Меня зовут Алексей Сидоренко, я руководитель проекта Теплица социальных технологий. Теплица социальных технологий занимается соединением программистов и деятелей некоммерческих организаций, активистов. Мы рассказываем о технологиях, мы проводим мероприятия подобные этому. Мы также занимаемся разработкой программного обеспечения, бесплатного, ориентированного для некоммерческих организаций и общественных инициатив. И сегодня мы собрались для мероприятия, которое мы назвали Rare Camp. Rare – это слово редкий кемп. В целом мы называем наши творческие мастерские либо кемпами, либо хакатонами. И здесь заимствуем это слово из некой западной традиции. Но то, чем мы будем заниматься в течение следующих 48 часов, это мы будем создавать информационные продукты, связанные с какими-либо мерами, я чуть позже скажу, связанными с информированием о редких заболеваниях, помощи пациентам и пациентским организациям. И откуда появилась идея? Эта идея появилась давным-давно, еще два года назад. И она появилась, эта идея вообще появилась не у меня, а у Инны Волковой, репортера РИА Новостей. Мы с ней встречались, она говорит, вот скоро будет, это было в 2014 году, скоро будет 28 февраля. И 29 февраля отмечается день редких заболеваний, и мы тогда попробовали впервые провести, тогда это назвали, здравкамп, где как раз победил проект, это вот, кстати, фотография оттуда, где победил проект о редкой болезни порфирия. Это была такая инфографика, немножко интерактивная на сайте, и мы его, и, собственно, проект, который победил, сейчас является соорганизатором данного мероприятия. Сущность, но и точки зрения, Денис Беляков откроет следующим докладом, а я буквально расскажу, по крайней мере, как теплицы это видят, и расскажу какие-то технические детали. Ну, цели мероприятия, да, это информационные проекты о редких заболеваниях, которые, и здесь этот список открывает, но, опять же, здесь мы можем сделать в данном случае, что захотим, что мы придумываем, и идея как раз в том, что хакатон, он начинается только с каких-то первичных целей, но никто не знает, чем это мероприятие, какими проектами это закончится. По крайней мере, на старте мы думали о проектах, которые, а, информируют о редких заболеваниях, широкую аудиторию, помогают пациентам с редкими диагнозами сами по себе, развенчивают мифы и стереотипы относительно редких заболеваний и создают устойчивые связи между пациентами, между собой, между пациентами и пациентскими организациями, в отстании их прав, взаимопомощи, в чем угодно. И для нас, по крайней мере, как теплица видит это, для нас, мне кажется, очевидно, что вокруг редких заболеваний очень мало информации, очень мало достоверной информации, следовательно, люди, которые либо обнаруживают у себя редкий диагноз, иногда просто не знают, что им делать. И здесь как раз теплицы информационной технологии могут помочь и изменить каким-либо образом ситуацию. Собственно, это все, что мы будем делать в течение двух дней. Ну и когда мы искали, что можно сделать, если уже более конкретно, опять же, это стартовые позиции, мы не знаем, что вы придумаете на этом мероприятии. Это может быть либо инфографика, либо какие-то наборы иконок, либо так называемые лендинги, то есть одностраничные сайты, которые доходчивым образом информируют о чем-то. Это могут быть игры, кросс-проотформенные хэштег компании, и здесь много всяких неприличных слов, если вам что-то непонятно, задавайте. Приложения, меняющие, собственно, поведение. Если речь идет о том, что вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, где вам нужно, например, пациентов редких заболеваний приучить к какому-то поведению, просто чтобы сохранить им жизнь. И когда мы искали какие-то примеры подобных проектов, то мы, на самом деле, по поводу редких заболеваний обнаружили очень мало того, что есть в интернете, потому что действительно тема сама по себе небольшая, и для нас очень важно, чтобы она расширялась. Я здесь просто покажу, что делают за рубежом. Вот, наверное, кто-то из вас видел прошлогодний клип, сделанный «Саачи Италия». И этот ролик был создан вместе с хэштег-компанией, да, это в Инстаграме, в Твиттере или в Фейсбуке. И вот конкретно этот ролик просмотрел миллион человек. Да, в плане популяризации информации... В плане популяризации информации о редкой болезни, мне кажется, это очень хороший результат. Ну, очевидно, что далеко не все могут позволить себе сделать дорогостоящий ролик, поэтому иногда можно ограничиться какими-то материалами, которые просто станут вирусными, будут расходиться в сети людьми, которые даже вообще раньше ничего не знали даже о таком понятии, как редкие заболевания. Здесь, опять же, инфографика не о редком заболевании, а о одном из наиболее распространенных. Но это пример того, что можно сделать, в том числе на Хакатоне. Это игра, и, наверное, здесь едва ли можно успеть сделать игру. Но я тоже хотел бы показать этот ролик, у меня есть немножко времени, просто показать, какие могут быть решения. Это игра тоже не связанная с редким заболеванием, одним из самых распространенных. Но это как раз игра, которая направлена на узкую целевую аудиторию детей до 10 лет. И эта игра связана с изменением поведения, то есть использованием сеток от москитов в Африке южнее Сахары. И она направлена просто на то, чтобы эти сетки использовать, потому что это основной метод такой самой дешевой борьбы при профилактике малярии. И сделана она на очень высоком уровне, собственно, важности вопроса. Использовали эти малярийные сетки и не ленились. И здесь в игре нужна просто компьютерная игра для андроидов или айфонов. И на самом деле в Африке, несмотря на то, что мы привыкли считать, что в Африке нет вообще технологий, но там со смартфонами уже неплохо все. И девочка путешествует по своим собственным кровеносным сосудам, убегая внутри них от больших злобных комаров. Субтитры создавал DimaTorzok